День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Мы вместе в Рязани наградили самых активных волонтеров. Методы реагирования. На встречи с региональными журналистами прокурор области Дмитрий Каданев был открыт и общителен. Покровительница милосердия. В Рязани установили бюст великой княгини Елизаветы Федоровны. Правительство Рязанской области подвели итоги регионального этапа международной премии «Мы вместе». Продолжение всероссийского конкурса «Доброволец России» проводят уже в третий раз. В этом году от Рязанской области было 280 заявок, среди них 16 победителей и 24 призера регионального этапа. Талантливых волонтеров наградил губернатор Рязанской области. Повышение качества жизни и помощь конкретным людям – главные цели международной премии «Мы вместе». Их обозначил на награждение лауреатов регионального этапа губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава региона подчеркнул, что культура волонтерства за последние годы получила большую популярность в России. И Рязанская область не исключение. «В целом тематика проектов очень востребованная. Образование, экология, пропаганда здорового образа жизни, помощь старшему поколению и помощь людям с особенностями здоровья и многое-многое другое. Особое внимание вы уделили поддержке участников СВО, поддержке их семей. Патриотической работе – это наш приоритет сейчас. И вот эти проекты, конечно, тоже обязательно должны быть реализованы». Волонтеры – самая популярная категория международной премии среди рязанцев. В ней приняли участие 232 человека. 95 из них – подростки 14 и 17 лет. 38 заявок в категории НКО подали общественные организации и благотворительные фонды региона. 10 – в категории «Бизнес». Победители регионального этапа поделились историями о том, как начали свои социально важные инициативы. «Своей мастерской я изготавливал печи. И мы их было получено уже в феврале-марте. Первую партию из 11 штук отправили в зону специальной военной операции. В апреле месяце отправили еще одну партию в размере 9 печей. С марта месяца мне пришлось немного изменить свой род деятельности. В Милославском районе мы объединились в группу «Поможем вместе». И сфера моей деятельности стала восстановление списанных автомобилей для использования в зоне специальной военной операции. Очень излюбленным мероприятием оздоровительным для людей стали спортивные экскурсионные прогулки. То есть наш маршрут строился таким образом, что, проходя с оздоровительной ходьбой, может быть, даже с элементами скандинавской ходьбы, у кого есть было желание, то есть люди проходили по маршруту и обязательно заходили в намеченный нами, например, Кривеческий музей, музей русской песни». А впереди полуфинал. 34 участника от нашего региона уже прошли очную защиту проектов перед федеральными экспертами. Результаты будут известны в ноябре этого года. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сегодня недавно назначенный прокурор Рязанской области Дмитрий Каданев в неформальной обстановке ответил на вопросы представителей рязанских СМИ и наметил основные направления в своей работе. Марина Романюк подробнее. Дмитрий Каданев в органах прокуратуры без малого 30 лет. До назначения в Рязань работал в прокуратурах Тверской, а затем Смоленской областей. Круг проблем в регионах примерно одинаков, рассказал он журналистам. Работая в Тверской области, работая в Смоленской области, перейдя на Рязанскую землю, в принципе, сталкиваюсь с того, что наиболее волнует население, наиболее актуально, это, конечно, проблемы жилищно-коммунального комплекса, это работа управляющих компаний, это содержание жилищного фонда, это состояние коммунальных сетей, вопросы, связанные с реализацией программы капитального ремонта. Тревожит население и состояние, что и в прежних субъектах, и здесь, это состояние водоснабжения. Безусловно, людей волнует состояние медицины, вот мы реагировали и на, скажем так, необеспечение льготными лекарствами, и на недостатки в работах фельдшерских, акушерских пунктов. Задавали вопрос и о работе Турлатовского полигона, хотя ситуация, наконец, близка к своему разрешению, журналисты не могли не спросить, почему же целое десятилетие разобраться с незаконной деятельностью не получалось. Нормативно регулирование, оно достаточное. Вопрос в одном, вопрос в добросовестности и в том, что вот в этой ситуации на объект, который не был включен в схему обращения с твердыми коммунальными объектами, который не являлся таковым, просто, скажем так, участники рынка злоупотребляли своими возможностями и возили туда мусор и сварили. Конечно, при полной, при бесконтрольности со стороны тех органов, которые должны были контролировать. Были вопросы и о работе медицинских учреждений, в частности, о фактах коррупции и принудительных поборах. Право на оказание медицинской помощи, в том числе бесплатной, оно гарантировано Конституцией, как один из способов профилактики, это прокурорский надзор за качеством, своевременностью, оказание медицинских услуг, и мы тоже в этом направлении работаем. То есть, надеюсь, что для Рязанской области то явление, которое вы обозначили, оно все-таки не является системой. Ну, а если такие факты будут выявляться, безусловно, мы на них будем реагировать, как средствами прокурорского надзора, так и уголовно-правовыми средствами. В взаимодействии со СМИ – неотъемлемая часть работы прокуратуры, заявил новый руководитель надзорного ведомства. Мол, меры реагирования и проверки нередко начинаются именно на основании публикаций в СМИ. Поэтому тесное взаимодействие с журналистами зачастую помогает решить проблему, даже когда уже кажется, что наступило отчаяние. В общем, реагировать теперь, по словам Дмитрия Каданева, прокуратура будет практически на каждую жалобу. Одно из самых важных тестирований при устройстве на работу в Министерство внутренних дел – тестирование на полиграфе, или, как его ключит в народе, детектор или лжи. О том, как это работает, узнавал Валерий Седов. Сейчас я закреплю на вас датчики верхнего и нижнего дыхания. Возьмите в руку, обведите вокруг себя и дайте мне. Два датчика дыхания, еще датчики потоотделения, давления и кровонаполняемости мелких капилляров. Все напоминает сцену из какого-нибудь шпионского кино, только комната уютнее. За стулом совсем не злодей из триллеров, а даже наоборот – будущий работник Министерства внутренних дел. Сейчас у него один из этапов при устройстве на работу – специальное психологическое исследование на полиграфе. В простонародье – детектор лжи. Мы видим его реакции по датчикам верхнее и нижнее дыхание, кожегальваническая реакция – это потоотделение, артериальное давление и кровонаполняемость мелких капилляров. И также датчик тремора, он находится уже в стуле, на котором испытуемый сидит. Сначала, так сказать, минута тишины. Датчики считывают показатели человека в спокойном состоянии. Это контрольный образец для сравнения. После – первый тест под названием «Фамилия». Я вам буду перечислять ряд фамилий и, соответственно, назову вашу фамилию. На все мои вопросы вы будете отвечать «нет», даже на свою фамилию, чтобы мы отследили правильность работы полиграфа. Этот тест длится дольше. Важна реакция после каждой лжи. И по этим показателям можно судить, где была сказана правда, а где нет. Мы видим шкалу красной на его фамилии, что говорит о том, что он нам врет. Полное прохождение обследования длится около двух часов. А вопросы только в начале простые и после – каверсные. Про употребление наркотиков, хранение оружия и боеприпасов. Если человек солжет, то прибор это увидит. Однако, говорят, называть полиграф настоящим детектором же все же неправильно. Прибор регистрирует психофизиологические процессы, которые происходят в организме человека. Так что ложь фиксирует имена психолог. После окончания обследования мы пишем заключение, где выносим вердикт о том, что годен кандидат к службе, либо нет. Такое тестирование проходит каждый кандидат при трудоустройстве в Министерство внутренних дел. В данном случае вердикт годен. Теперь осталось пройти остальные три этапа. И навряд ли они могут быть так страшны, как детектор лжи, который обнажает всю натуру человека. Пожар на Касимовском шоссе. Сегодня огнеборцы ликвидировали возгорание частной бани. В одноэтажной постройке пострадавших нет. Есть подробности. Запах едкого дыма жители близлежащих домов почувствовали еще в 11 утра. Сразу последовал звонок в МЧС. На момент прибытия боевого расчета из здания шел черный дым, была угроза распространения пожара. Огнеборцам пришлось искать и устранять очаг в условиях полной темноты и сильного задымления. Справились на отлично. По прибытии пожарного подразделения было обнаружено загорание в одноэтажном здании размером 50 на 20. Для тушения было задействовано 5 автоцистерн и 20 человек лично создало. Загорание ликвидировано. Задымление частной бани из ряда напугало местных жителей и прохожих, но пожарные остановили распространение огня. И спустя полчаса от момента звонка открытое горение было полностью ликвидировано. Пострадавших не обнаружено. Бюст основательницы Марфа-Мариинской обители, преподобно-мученица Великой княгини Елизавете Федоровны, теперь украшает территорию Рязанского медицинского колледжа. Сегодня его установили в сквере. Образ Великой княгини, пример христианской любви к ближним и небесный покровитель милосердия. Памятник преподобно-мученице Елизавете Федоровне теперь располагается в небольшом сквере Рязанского медицинского колледжа. Святая эта, говорят, выбрана не случайно. Всю свою жизнь она посвятила заботам остраждующих и обездоленных. Например, в 909 году на большом участке Нардынки она разместила больницу и аптеку, где бесплатно раздавала лекарства всем нуждающимся. На свои средства, продав свои драгоценности, она основала чудную обитель, которая стала местом служения всем страждущим и обремененным. Бюст основательницы Марфа Мариинской обители был установлен по проекту «Аллея российской славы». В ряде российских городов уже увековечены имена выдающихся людей, которые много сделали для процветания Отечества. Я испытываю крайнюю радость тому, что у нас теперь есть своя святая. Я надеюсь, она будет покровительницей всех наших медицинских работников. Она будет являться не только образом, но, я думаю, что и покровом. Она будет и молиться, и защищать нас, и помогать нам в горе и радости. Наталья Литвинова добавила, что всем студентам важно помнить нравственные уроки преподобно-мученицы Елизаветы и следовать примеру самоотверженного служения ближним. Завершилась церемония возложением цветов к бюсту святой Елизаветы Федоровны. Футбольный клуб «Рязань» возвращается на домашнюю арену. Губернатор Павел Малков у себя в телеграм-канале написал, что по итогам заседания комиссии Российского футбольного союза по сертификации стадионов принято положительное решение по «Спартаку». Получены все необходимые документы, стадион полностью готов к проведению спортивных игр. Очищена дренажная система, выровнено основание стадиона и смонтировано новое искусственное поле. Помимо этого полностью обновлен фасад здания. По словам губернатора, первый домашний матч на обновленном поле футболисты «Рязани» проведут 23 октября. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gor62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин